Дай почитать Книга очень своевременная, ведь именно в январе этого года исполнилось 140 лет со дня его рождения. Толстой действительно был графом, и есть анекдоты, скорее всего, далекие от действительности, но, тем не менее, точно отражающие время и уникальность обстоятельств. К московскому дому, где жил Алексей Толстой, подходит мужчина и звонит в дверь. Его спрашивает, что вам нужно? Прошу вас, откройте, мне очень нужно встретиться с писателем Алексеем Николаевичем Толстым. Их сиятельства граф ушли на заседание Верховного Совета СССР. И это сущная правда. Толстой ответственно и честно исполнял свои депутатские обязанности. Книга имеет четкую хронологическую структуру, а благодаря приведенным первоисточникам, фрагментам писем, дневниковым записям самого писателя, а также членов его семьи и литературного окружения, чтение превращается в захватывающий авантюрно-приключенческий роман. Толстой – необыкновенно одаренный писатель, от природы, от бога. Жанровое разнообразие удивляет и сейчас. Романы, рассказы, очерки, сказки, пьесы, эпос, стихи, аэлита, гиперболоид инженера Гарина, Петр Первый, хождение по мукам, детство Никиты, золотой ключик. И все органично, все безусловно талантливо, точно и прозорливо. Он – незаврядная личность, нарочито подчеркивающая графское происхождение. Мать Александра Леонтьевна, писательница, пыталась в своем сыне разглядеть хоть какие-нибудь зачатки художника и не смогла. Так он становится студентом технологического института. Сдает выпускные экзамены, а диплом не стал защищать, не хочет быть инженером. Ему 25 лет, а он все еще не знает, кто он, каков его жизненный путь. И он ищет себя в живописи, в поэзии, в прозе. Он найдет свое призвание. К сожалению, уедет из России, чтобы вернуться навсегда. Да, он был обласкан властью. Ордена, сталинские премии, льготы. Но что остается в сухом отстатке? Его произведения – высочайшей художественности и глубины, и его преданность Родине и великому русскому слову. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!